Друзья, всем привет! Продолжаю свои обзоры. И сегодня в Луцк к нам приехал Владимир Зеленский. И вот нельзя уже не постебаться над этой коммуникацией, которую он проводит из каждого региона, из каждой повестки. Она звучит следующим образом. Шановные, шановные украинцы, я проехал в Одессу. Поэтому это лучшая земля, тут живут працелюбные люди, которые любят свою землю, которые творят чудеса. Найкраще отдыхать в Одессе, Чернівце, Ивано-Франкевске, Луцк или где-то там еще. И приезжайте сюда, тут творят невероятные дивы венецкие или чернівецкие бизнесмены. И это все очень круто. Все. Вот приблизительно весь набор мессенджей, который идет из регионов. Сегодня он еще там показал фото бачни Луцкого замка, который там на одной из банкнот. И вот я задаюсь вопросом, ну и что? Вот реально, что из этого вытекает? Ну, мы все знаем, какие у нас там интересные, прекрасные места. Но только ключевой вопрос во всем этом, зачем нести эту ересь, зачем нести эту чепуху, когда логика задает один простой вопрос. Если у нас настолько трудолюбивые люди, у которых такие процелюбные, у которых создают все эти дыва, все эти чудеса, почему мы так херово живем? Все. И если не сходятся вот эти вот тезисы с практическим результатом, который мы видим вокруг нас, то, соответственно, нужно что-то делать для того, чтобы тезисы соответствовали действительности. А президент, он находится вот в этой своей медийной плоскости, причем в худшем понимании этого слова, поскольку они за год так и не сумели наладить нормальную коммуникацию. И вместо того, чтобы давать какие-то содержательные месседжи и проводить содержательную политику, они милят чепуху под аккомпанемент все больших и больших скандалов, которые там регулярно вспыхивают и даже заставляют журналистов задать вопрос, нет ли в этом какого-то плана. Вот мне буквально вчера звонили журналисты и говорили, а вот это вот корабельные сосны, там хамство со стороны Бужанского или Дубинского или еще кто-то, это может быть часть какого-то плана. Я говорю, ребят, ну не нужно придумывать или заполнять, скажем, то, что реально существует, то есть глупость человеческая, которая реально существует, заполнять догадками про какие-то планы конспирологические вещи, что вот есть какие-то тайные центры, которые придумывают всю чепуху для того, чтобы решить какой-то тайный план. Да ничего они не придумывают, ничего они не решают, они просто осуществляют дальше дерибан, как осуществляли при Порошенко, как осуществляли при Януковиче, при всех остальных попередниках. И плевать они на все хотели. Вот и все. Потому что недалекие люди, которые рулят нашей страной, а год от года качество правящей элиты ухудшается. И я это говорил 15 лет назад, 12 лет назад, 8 лет назад, 5 лет назад, одно и то же, что в Украине проблема Украины в том, что между правящим классом и простым человеком дистанция минимальная. И соответственно, в нормальной стране элита это люди, которые мыслят широкими горизонтами, способны мыслить с широкими интересами, интересами не только там своей социальной группы, либо своей корпорации, либо своего клана, но и всего сообщества, которое они представляют. И соответственно, поэтому не способны смотреть далеко, глубоко и решать большие задачи. А в Украине трагедия заключается в том, что, особенно в прислугах народа, это уже доведенное до такого логического предела, получилось, что среднестатические парламентарии, там министр или даже президент, они не очень далеко, либо вообще не ушли от рядового обывателя. Собственно говоря, это и есть обывательщина, которая правит страной и правит, соответственно, исходя из микроскопического понимания происходящих процессов. И поэтому, точно так же, как какие-нибудь девочки, которые там в инстаграме постят фоточки, приехав там куда-то, выкладывают, что вот мы здесь, смотрите, какие у нас красивые сиси, глазки, ушки и все остальное. Точно так же президент вывешивает вот эту лабуду, которому пишет такая же девочка, наверняка, либо целый взвод девочек или мальчиков, которые работают в коммуникационной бригаде Кирилла Тимошенко. И по факту получается набор вот этого вот бреда, который каждый день подается, он однотипен, он смотрится как сообщение коммунике после партсобрания или даже комсомольских ячеек там при Советском Союзе. И, собственно говоря, это есть совок, который никуда не делся и который вот производится в таких тупых и незатейливых формах. Потому что, когда смотришь, как Зеленский приезжает в регионы, вот как вчера в Черновцевый приехал, и там губернатор или какой-то чиновник бойко рассказывает, сколько они дорог построили, что они там делают в рамках большой стройки. Хотя все понимают, что это большая туфта, когда проекты, которые закладывались там в рамках, чаще всего в рамках местных бюджетов, и вот они осуществились, их подмазывают под программу президента, и в результате создаётся видимость того, что что-то глобально строится, без логики при этом, без какой-то общей логики развития государства. А какой должна быть логика развития государства, я расскажу сегодня, потому что я запишу видео о том, зачем нам такие проекты, как «Новая столица», и вообще большие проекты, и в какой логике их нужно развивать, и что мы получим на выходе, если мы начнём это делать. Так вот, вот эти чиновники, когда рассказывают, что они там покрасили мостик этот Черновцах, показывают, как они его красной красочкой закрасили, и всё. А при этом 90% мостов находятся в аварийном состоянии, и их нужно реально делать, а не перекрашивать, чтобы они не обваливались, как это происходит у нас время от времени, или как в Николаеве поднялся мост, и фуры остановились. Вот, поэтому, жалко, конечно, это всё выглядит, но, с другой стороны, УССР 2.0 должна была догнить, вот она догнивает, и Зеленский успешно решает эту задачу. Поэтому, не надо подать духом, это всё хорошие приметы смутного времени. А смутное время наступает почему? Потому что старые модели перестают работать, и необходимо искать новые, и необходимо, соответственно, идти к новому. А новое появляется тогда, когда оно обозначивается в мозгах сограждан в форме внятных, чётких понятий и понятий, проектов, которые позволяют им потом в это светлое будущее бежать осознанно, осознавая. Зачем люди жертвуют, зачем тратят время, зачем дают деньги, зачем идут на трудовой подвиг, зачем вообще идут на подвиг, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда всё начинает выкристаллизироваться. А вот этот Советский Союз в вышиванке, он в агонии бьётся сейчас, подыхает, но он умрёт. Он умрёт неизбежно, и лично я по нём жалеть не буду о нём. Потому что нет жизни в этом всём. Только оболочка осталась, нет жизни, и всё. Вот так вот. Всё, на этом заканчиваю, а то чувства начинают заговариваться. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok